В мире канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Поговорим об Узбекистане. Сегодня, как вы знаете, в конце августа умер первый президент этой страны Ислам Каримов. И решением парламента на должность временно исполняющего обязанности президента подназначен премьер-министр Узбекистана Шокат Незиоев. Ну и после смерти Каримова все больше и больше информации о его жизни, о жизни его родных и близких стали становиться достоянием общественности. Чего только стоит информация о старшей дочери Ислама Каримова Гульнаре, которая по предварительной информации то ли под домашним арестом, то ли в психиатрической больнице, то ли вообще уже умерла. Как вы знаете, что после того, как некоторые страны возбудили против Гульнары уголовные дела по поводу коррупции и расхищения, а также отмывания денег, отец своим решением заключил ее под домашний арест. Кроме того, в время времени появляется информация и о Лоле Каримовой, младшей сестре, как она жировала. И так, ну по-другому не звешь, в Европе, а именно за ужин со звездами платила по 100-200 тысяч долларов, в то время, когда страну покидали миллионы ее граждан в поисках лучшей жизни. Так вот, речь дошла и до племянника Ислама Каримова, которого содержат в психбольнице. Независимый журналист и премянник покойного президента Каримова бесследно исчезнут из общественного поля зрения в начале 2012 года, вскоре после того, как был отпущен в родной Джизак из Самаркандской психбольницы, где провел 5 лет. Нашелся все в том же медучреждении. Как говорит сама дочь премянника Каримова, отца обратно посадили в психбольницу буквально через несколько дней после того, как отпустили. К сожалению, нет у меня информации по поводу, почему его туда упрятали. Либо это действительно психическое расстройство, либо это, возможно, какие-то политические мотивы. Вот так вот. Кого интересует, тут есть большая статья по...